Портал деталей. Главные новости Израиля и мира. Итак, полтора года войны. Что позади, что впереди? Зерновая сделка, итоги визита Блинкина, ну и тотальная борьба с коррупцией. Наш собеседник, политолог, доктор Валентин Гайда, историк, город Киев. Валентин, добрый день. Здравствуйте, Александр. Как прошла ночь в Киеве? Ночь прошла неспокойно, потому что была атака бестилотников, но, слава богу, без особых последствий. Есть небольшие повреждения автомобилей, много квартирных домов, но, в целом, слава богу, более-менее нормально. Ну, то есть атака была строго по военным объектам, как обычно? Конечно же. Валентин, ну давайте теперь подведем некоторые итоги. Полтора года войны. Что было и что будет? Да, полтора года войны. Вот мы эту дату отметили вместе с Днем Независимости, 24 августа. Это действительно уже существенный срок, когда можно сделать такие базовые выводы по этой войне, по ее ходу, по ее характеру. Возможно, даже начертить контуры ее завершения, хотя бы примерные, как, когда они могут быть. И, конечно же, уже можно сделать больше выводов, чем еще полгода назад на годовщину войны или год назад. Ведь уже точно известно, что Украина, она устоялась как независимое государство. Россия не удалось сокрушить нашу независимость, нашу государственность и не удастся. Это, пожалуй, базовый... Подождите, позвольте, какая государственность? У вас марионеточный режим, которого посадили американцы, насквозь нацистский. И Россия освобождает Украину от нацизма. О чем вы говорите? С евреем, да, во главе. Да, да, евреем во главе, которого, как на днях сказал президент Путин, которого посадили американцы для того, чтобы как раз скрыть нацистскую сущность вашего государства, псевдокосударства. Ну, по теории заговора, тогда Путина посадили тоже какие-нибудь там масоны, да, чтобы развалить Россию. Ну, потому что большего вреда для России, чем ее руководство, наверное, никто не сделал. Поэтому я понимаю вашу иронию, Александр, но мы же тоже должны реально смотреть на вещи. То, что, конечно, наши элиты были ориентированы и остаются ориентированы на Запад, это да, но мы прекрасно понимаем, что Россия здесь воюет не с какими-то нацистами, а с мирным населением. И что, кстати, между прочим, парадокс, больше всего достается именно русскоязычному населению Юго-Востока, которое, по сути, Россия уничтожает, да, с такой особой жестокостью и потом преподносит это как освобождение. Посмотрите на Бахмут, посмотрите на Мариуполь, на Волноваху, на другие города Донбасса и Юго-Востока. То есть, ну, вы можете оценить цинизм, да, этой войны. Так вот, возвращая, собственно, к итогам первых полутора лет, как я сказал, наверное, главное достижение – это то, что мы сохранили свою независимость и государственность. Россия не удалось ее сокрушить. Также можно сделать, конечно, ряд других выводов. Многие боялись, я помню, вот по первым дням войны, по первым неделям боялись ковровых бомбардировок, массированных атак на Киев, новых волн походов на Киев, особенно после мобилизации, которая была объявлена в России год назад. Но мы можем уже сделать вывод, что никаких ковровых бомбардировок не будет. Это невозможно сделать с акетом нашего ПВО. Да, могут быть атаки беспилотников, могут быть атаки баллистических ракет, крылатых, но именно ковровых бомбардировок не будет. Россия просто не в состоянии их провести. А это не значит, что Россия просто еще не сняла перчатки? Об этом говорят все прокремлевские каналы, что подождите, если будет так дальше пойдет, мы снимем перчатки, и тогда вот будет страшно. Ну да, я помню, что они говорили всерьез, они еще не начинали. Так когда всерьез, если уже по официальным данным нашего генштаба погибло 260 тысяч россиян, это только погибших. Допустим, наши преувеличивают, как это обычно бывает на войне. Мы понимаем, что одна сторона старается свои потери уменьшить, а потери врага преумножить в статистике. Это я понимаю. Но даже если брать такую более-менее нейтральную статистику, мы понимаем, что жертвы с российской стороны идут на сотни, переводило за 100 тысяч человек. Это десятки тысяч человек. То есть, когда же уже они по-серьезному начнут? И что не говорит, но запас их ракет, арсенал ракет, он существенно исчерпался за эти полтора года. Между прочим, это тоже один из выводов. Существенное сокращение запаса баллистических крылатых ракет. Даже несмотря на то, что России удается частично обходить санкции и получать комплектующие к этим ракетам, кстати, парадокс, эти комплектующие в основном из стран Запада, враждебных стран Запада, все равно они не могут пополнить тот запас ракет, который у них был до войны. И, следовательно, они теперь ограничены в нанесении массированных ракетных ударов. Я уже не говорю про ковровые бомбардировки, когда надо, чтобы бомбардировщики залетали на территорию Украины, вглубь и бомбили те или иные объекты. Это невозможно с учетом того ПВО, которое у нас есть. Между прочим, как вы помните, Путин объявлял одной из целей демилитаризации Украины. Так вот, если сравнить насыщенность оружием Украины до войны и сейчас, это просто небо и земля. То есть мы сейчас стали одной из самых вооруженных и насыщенных армий в Европе, а может быть и в мире. У нас теперь на вооружении современные комплексы ПВО, реактивных систем залпового огня, большой ассортимент артиллерии, начиная от различных гаубиц и заканчивая самоходными установками, такими как Цезарь, Паладин, Краб и так дальше. То есть тут тоже мы можем сделать вывод, что никакой демилитаризации Украины не произошло. Что касается нашего ВПК, конечно, мы не можем сделать точно вывод, какой урон он получил. Но исходя из того, что мы сейчас изготавливаем подводные дроны, воздушные дроны и есть уже у западных и, скажем так, в принципе иностранных компаний желание инвестировать в строительство промышленных объектов ВПК, по строительству дронов, как у завода «Байрактар», по строительству завода бронетехники, вот немцы неоднократно об этом говорили, по заводу «Гаубиц», мы можем сделать вывод, что как минимум неуместно говорить о демилитаризации Украины. Вспомните также, что в Турции сейчас строится украинский флот, уже достраивается второй корвет современный по контракту для военно-морских сил Украины. Также мы пережили за последние полтора года довольно тяжелый зимний отопительный сезон. Многие прогнозировали, скептики, как в России, так, увы, и на Западе, что мы можем не пережить, что будет постоянный коллапс, что чуть ли не сотни тысяч или даже не миллионы замерзших беженцев из Украины будут в Европу бежать. Но тем не менее это... Говорили, что Европа замерзнет, это все мы уже проходили. Это конечно, да. Мерзнет Европа, бедные англичане себе не могут позволить туалетную бумагу, немцы там живут меньше, чем за два евро в день. Ну это мы тоже, да, конечно, много чего слышали. Это все можно в одну конку записать с тем, что американцы поставили еврея во главе нацистского государства. Это да, это вот как раз будет все вписываться в эту бредовую логику. Ну, кстати, Валентин, кстати, вот одна из основных целей специальной военной операции, которую прогласило руководство России, это была денацификация. Ну там еще там недопущение расширения НАТО, там это отдельный вопрос. Где нацификация? Вот у меня к вам вопрос как к политологу и как к историку. Что произошло с украинским обществом? Национальная идея, насколько, скажем так, насколько украинский национализм стал слабее или сильнее вот за эти полтора года войны? Ну, позволю себе маленькую ремарочку по нерасширению НАТО. Путин, конечно, справился на 100% с нерасширением НАТО. Вот у них появилась теперь общая граница еще больше с Финляндией. Скоро еще и Швеция, я уверен, все-таки Турцию дожмут по вопросу Швеции. Еще она вступит, и Балтийское море будет, по сути, таким морем НАТО. А насчет динацификации, ну, тут же надо понимать логику россиян, российского руководства, и понимать, что они вообще вкладывают в понятие динацификации. Потому что, ну, в моем понимании, я так понимаю, что они делали курс на деукраинизацию Украины. Да, немножко абсурдно звучит, но это так. То есть, ну, конечно же, у нас есть последователи Степана Бандеры, АУН УПА, есть различные неонацистские формирования, какие-нибудь там локальные, да. Но речь же не об этом шла, я так понимаю, у российского руководства. Скорее всего, они хотели бороться с украинцем как таковым. С украинской культурой, с украинским менталитетом, украинским языком. А получилось наоборот, украинцы сплотились. Если раньше мы были разделены по вопросам истории, по вопросам языка, по вопросам церкви. Сейчас, конечно, некоторые разбежности остались. Я не могу сказать, что их нет. Потому что есть значительная часть украинского общества, которое является прихожанами УПЦ. Мы когда-то с вами говорили, да, про конфессиональную ситуацию в Украине. Вот есть, которые придерживаются ПЦУ, православной церкви Украины. Есть такое. Но в целом у нас общество консолидировано. Более 95% по всем соцопросам негативно или крайне негативно относятся к России. То есть это серьезное достижение специальной военной операции. Конечно. Жители Юго-Востока, особенно крупных городов, Харькова, Днепра, Запорожья, Одессы, которые были преимущественно русскоязычные. Да не просто, Валентин, не просто русскоязычные. Я хотел бы подчеркнуть, ну, я и бывал там неоднократно, у меня там друзья, знакомые, что во многих, то есть в этих районах не просто русскоязычные, а там, ну, на мой взгляд, более 50% населения были просто русские. То есть, ну, понятно, что очень трудно провести грань, там русские украинцы, куча смешанных семей, но там просто русские жили и живут. Ну, по этническому составу тут можно спорить, потому что вы же помните, как в светское время записывали русскими, тех, у кого белорусские корни, украинские, даже еврейские корни. На Кубань, посмотрите, да, там очень много этнических украинцев, но многие записаны русскими или так называемыми казаками. Да, вот интересная такая национальность. Но мы сейчас не об этом. То есть сейчас количество украиноязычных украинцев возросло примерно на 60-70% от довоенного уровня. Да, конечно, нельзя говорить о том, что они прямо постоянно общаются на украинском, но я уже замечаю это по социальным сетям, по знакомым, по коллегам на работе, по широкому кругу друзей, коллег, знакомых. То есть многие переходят на украинский язык, чего нельзя было себе представить до войны. То есть люди общались на русском, даже и не задавались какими-то мыслями по поводу России. А сейчас, как я уже сказал, поскольку Россия равняет, в первую очередь, именно русскоязычные города, с, может быть, даже русским действительно населением, русскоязычным, конечно же, это вызывает негативную, мягко говоря, негативную реакцию этого населения в отношении к России и к всему российскому, или даже русскому. Поэтому, ну, большего для консолидации Украины, для рождения модерной украинской нации, в политическом плане, конечно же, я думаю, что, наверное, Россия и не сделала. То есть русский язык успешно защитили. Это была одна из целей специальной войны. Безусловно. И даже больше. У нас до вторжения России полномасштабного не демонтировали памятники советским или российским писателям и поэтам, командующим Красной Армией. Сейчас это происходит. Как и другие памятники, которые связаны с российской историей, с российской культурой. Поэтому, ну, тут, конечно, Путин всех обыграл, как говорится. Вот. Выводов про полтора года войны можно еще сделать очень много. Но самое главное, что основное страшное позади. Отопительный сезон, блэкаут, как я уже сказал, какие-то попытки наступления или захвата Украины. Я вам скажу так, Александр, даже в самом худшем варианте, если мы не сможем в обозримом будущем освободить юг Украины, Крым и Донбасс, даже в таком варианте маловероятно, что Россия будет продвигаться на других участках фронта или на участках общей границы, например, в Сумской области или в Харьковской области. Это тоже важно понимать. И уже за полтора года мы могли не раз в этом убедиться. А вот что в будущем, да. В будущем, конечно, нас ждет новый отопительный сезон. Но учитывая, как я уже сказал, учитывая то, что у россиян намного меньше возможности проводить массированные удары по нашей энергоинфраструктуре, как это было год назад, и учитывая то, что у нас сейчас на вооружении уже более современные комплексы ПВО, Патриоты, Насансы, Ирис-Т, Сам-Т и так дальше, еще плюс старые советские, БУК, С-300, конечно, мы будем больше защищены от беспилотников и от ракет. В отношении зимы, конечно, у вас несколько оптимистичный такой оптимистический прогноз. Я бы не говорил, что это не стало. Зима может быть очень и очень сложная. И, так сказать, из украинских же источников выясняется, что далеко не все объекты инфраструктуры, которые были разрушены, восстановлены, что на это просто не хватило времени. Поэтому зима будет, конечно, тяжелая. Вы знаете, вот буквально ремарочка тут. По поводу готовности к зиме у нас очень часто разнятся данные. Кто-то говорит, что мы готовы почти на 100%, кто-то говорит на 50%. Понимаете, у нас чересчур много спикеров, которые комментируют то, чего они должны комментировать. Поэтому вы правы, конечно, зима может быть сложной. И не только зима, а в принципе отопительный сезон с конца октября по начало марта, мы берем шире период, чем только зимний период. Я понимаю, но вряд ли он будет хуже, чем предыдущий. Все-таки мы лучше к нему подготовлены. Единственное, чего я опасаюсь, если у нас будет успех на юге в связи с нашей наступательной операцией, россияне могут подорвать запорожскую атомную электростанцию. Я не эксперт в атомной энергетике и в энергетике вообще, чтобы судить о последствиях экологических, энергетических, но вот у меня есть такие опасения. Но за все другое, за какие-то новые наступления на Киев, на Харьков, либо там где-то продвижение на Донбассе, я не верю. То есть это уже все позади. Мы сломали вот эту дутую вторую армию мира. Это тоже большое достижение наших защитников, конечно же, не без помощи западных образцов вооружения, но мы это сделали. И, пожалуй, это тоже большое достижение этих полтора лет войны. Но есть, конечно, вот такие страхи, как запорожской атомной электростанции, есть некоторые риски, что мы не сможем сейчас так быстро продвинуться вперед на южном направлении, направлении Азовского моря, Мелитополя, как бы нам этого хотелось. Это, конечно же, есть. Но в целом ощущения от полтора лет войны более-менее оптимистические в пользу Украины. Валентин, по поводу, несколько слов по поводу политической обстановки. То есть мы все время говорим, мы сейчас, мы же сознательно оставляем в стороне, так сказать, военно-техническую сторону, как бы это сегодня не является темой нашего разговора, а политические последствия. То есть будут ли выборы? Каковы шансы вообще партии действующего президента? Он укрепляется, он, так сказать, ослабевает. То есть, допустим, завтра закончится война, я условно говорю. Выберут ли Зеленского президента? Или вот как раз, когда все закончится, проведут разбор полетов и на него повесят всех собак? Ну, смотря когда пройдут выборы. Если, условно говоря, завтра заканчивается война, условно, да? И снова-таки, в каком статусе она заканчивается? Это заборозка конфликта? Или это освобождение почти всех территорий? Выход на границу до вторжения? Или полное освобождение Украины? Тут тоже надо понимать. От этого зависит, кстати, электоральная карта Украины. Но, допустим, она заканчивается вот в ближайшее время. Тоже важно, когда пройдут сами выборы. В ближайшее время после окончания войны или, например, через полгода после войны. Потому что, если по-свежему, то, конечно, у Зеленского больше шансов переизбраться. И если это будут еще не только выборы президента, но и парламентские, получить снова-таки, пусть шаткое, но большинство в парламенте или какую-нибудь коалицию, да? Вот, пропрезидентскую. Если же пройдет довольно много времени, хотя бы полгода, то, конечно, скажем так, после военной эйфории уляжутся и будут вспоминать различные довоенные, скажем так, конфликты во власти и скандалы. Будут вспоминать коррупцию, будут вспоминать различные скандалы со слугами народа, разными одиозными, которые были фигурантами тех или различных скандалов, криминальных дел и так дальше. Но я думаю, я все-таки оцениваю высокие шансы Зеленского переизбраться, потому что, как я говорил, конкурентов у него особо, между прочим, и нет. Старая гвардия, такие как Порошенко и Тимошенко, они уже по сути уходят из политики. Ну, новая гвардия, если мы там берем условного притулу, Разумкова, я не думаю, что у них будет большие козыри, чтобы противостоять не успеют, не успеют разогнаться. А партия, да, а партия военных, с ней тоже вот довольно интересный момент. Будет ли она прямо так участвовать в выборах президента? Как парламентская сила, возможно, условная партия военных, конечно, и будет, там какая-нибудь там партия. заложный, заложный президентом. Буданов, у него тоже, вот говорят, амбиции есть, да, вот, но вряд ли они смогут выставить какого-нибудь единого кандидата на пост президента, тем более, что, несмотря на разные вбросы и довольно часто противоречивую информацию, в целом банковая офис президента ладит и с генеральным штабом, и с главой военной разведки Будановым, то есть в этом плане идиллия наблюдается. То есть приход пиночета, украинского пиночета пока не ожидается? Нет, но если верить российским СМИ, он уже есть, вот, чем вам Зеленский не пиночет? Ну да, похож. Валентин, по поводу, вы затронули вопросы коррупции, этот вопрос интересует сейчас очень много, прежде всего, западных партнеров, и вот мы увидели во время визита Блинкина этот вопрос тоже обсуждался, и вот как подарок такому Блинкину на тарелочке с голубой каемочкой, как говорил Остап Бендер, преподнесли голову Коломойского. Совпадение? Конечно, не совпадение, потому что о визите Блинкина было известно спецслужбам или властям, понятное дело, такие визиты не анонсируются широкой публике, вот, но к ним готовятся, и спецслужбы готовятся, и власти готовятся, поэтому, конечно, наверное, как вы сказали правильно, на блюдечке с голубой каемочкой преподнесли, ну, давайте так уж печально не говорить, не голову, а Коломойского в СИЗО, вот, как вы знаете, незадолго до визита Блинкина прошли обыски у него очередные, вот, НАБУ, это национальное антикоррупционное бюро сообщило ему о подозрении в хищении миллиардов долларов с Приватбанка, если я не ошибаюсь, более 9 миллиардов гривен, более 9 миллиардов гривен с Приватбанка, вот, его отправились в СИЗО, можно было внести заставу, но он отказался, я тут даже склонен верить в некую конспирологию, что это такой условный договорняк с властями, мол, посиди пока некоторое время, да, вот мы переговорим с американцами, покажем им плоды работы с коррупцией, с коррупционерами, вот, а потом себе по-тихому выйдешь под залог, я даже и такого не исключаю, но, конечно, это было приворочено к визиту Блинкина, потому что, ну, слушайте, если самый лояльный или один из самых лояльных президентов в мире, президент Литвы на уседок говорит о том, что коррупция это, ну, большая беда и проблема для Украины, которая тормозит западную помощь, то что уже говорить о других более скептично настроенных Украине политиков мировых, правильно? Поэтому, конечно же, офису президента хочется показать какой-то реальные плоды борьбы с коррупцией, поэтому они вот проводят такие обыски у Коломойского, у военкомов, что сейчас, кстати, очень остро, да, в связи с тем, что есть ряд дел против военкомов, которые выдавали липовые справки о непригодности на службу, вот, против полицейских, против судей, вспомните, у нас до сих пор под следствием и под арестом глава Верховного Суда, поэтому, конечно, власти пытаются либо на хоть каком-то минимальном уровне бороться с коррупцией, либо делать видимость, что они борются с коррупцией, но, конечно, те скандалы, которые мы сейчас видим с хищением гуманитарной помощи, с отмыванием денег на различных инфраструктурных проектах местными властями, как правило, ну, конечно, они не придают, увы, имиджа Украине, поэтому хотелось бы, конечно, реальных дел, реальных посадок, вот, и реального искоренения коррупции, которая действительно является раковой опухолью Украины. Резников тоже полетел из-за коррупции? Знаете, сложно сказать, да, одним из таких последних каплей в его оставке, вы, наверное, знаете, был скандал с зимними куртками, которые якобы совсем не зимними оказались, вот, тут тоже много вопросов, не зимы они оказались, да? Ну, возможно, для израильской, может быть, он для израильской армии покупал зимнюю куртку, вы, кстати, разберитесь, если это точно, вот, но, но, как раз для украинских реалий эти куртки, ну, не совсем подходят, вот, возможно, кстати, тоже этот скандал всплыл незадолго до новостей об его отставке, ведь про отставку Резникова говорили последний месяц, а скандалу с куртками две недели, то есть, возможно, ну, это такой повод просто, чтобы он ушел в тень, не очень красиво, конечно, да, но все-таки ушел, потому что, действительно, с Минобороны и с его чиновниками тоже много различных слухов и скандалов касаемо коррупции, вот, поэтому я не исключаю, что тут тоже уход Резникова приурочили и к визиту Блинкина, вот, и к ряду вот громких дел, как, например, Сколомойск. Ну, вообще вопрос коррупции муссируется в основном, кстати, в Соединенных Штатах, это очень серьезная проблема, потому что республиканцы, как бы, меняют демократов. Конечно, у них выборы скоро, да, и они друг друга, вот, подкалывают даже больше республиканцев, вот, дескать, мы даем деньги, мы даем такие свиста Украине, а куда оно все идет, если там часть разворовывается, и тут, кстати, можно понять, потому что, если за 4 миллиарда гривен строят развязку в центре Киева, например, которая сейчас может быть и не к спеху, то возникает вопрос, а так ли все плохо в Украине с деньгами, да? А последний вопрос, если можно кратко, по поводу зерновой сделки, то есть, Блинкин тоже этот вопрос явно обсуждал, что говорят в Украине, то есть, реально ли об изобновлении зерновой сделки, потому что сейчас проблема очень серьезная с реализацией украинского зерна, урожаи хорошие, зерно девать некуда, что будет дальше? Полноценная зерновая сделка не работает почти 2 месяца, как вы знаете, когда Россия вышла под фиктивным поводом того, что мы опять бьем там по Крымскому мосту, по инфраструктуре Крыма, как будто бы такого не было раньше, да, или не было после этого. Но все-таки окольными путями через Дельту Дуная или через воды Румынии зерно вывозится, конечно, не теми объемами, это даже не половина от до того уровня до момента завершения зерновой сделки, но все-таки потихоньку вывозится. Конечно, зерновая сделка должна заработать на полную силу, зерно должно вывозиться из ключевых портов, таких как Одесский, как порт Южный, но, как вы знаете, Россия предприняла ряд атак на инфраструктуру этих портов, и, конечно, даже если зерновая сделка тоже в теории заработала бы в ближайшие дни, снова-таки объемы были бы куда меньшими, нежели до этих ударов, потому что на восстановление инфраструктуры понадобится время, минимум хотя бы полгода, чтобы все восстановить, терминалы, краны, погрузчики и так дальше. Возможно ли в принципе ленировать зерновую сделку, ну, исходя из визитов Эрдогана в Сочи и его заявлений пессимистических, да, и вот из-за расхождения позиций между ООН, которая заявляет о необходимости снятия санкций или части санкций России, да, подключения Российской Хосбанка к СВИФу, например, вот, и нашими властями, которые категорически не хотят идти на на уступки в этом плане, я думаю, что пока, увы, не будет консенсуса по зерновой сделке, хотя мне кажется в силах и НАТО, и Европы хотя бы в одностороннем порядке дать гарантии на вывоз украинского зерна из украинских портов под конвоем той же Турции, например, или НАТО в принципе. Но вы же видите, как НАТО отвечает на падение бездевозников. Британцы заявили, что они сейчас будут посылать свои самолеты для сопровождения этих самых сухогрузов. Для патрулирования якобы акватории Черного моря, но лучше бы, конечно, еще конвои в виде военных кораблей. Тем более, ведь схема-то отлажена. Между прочим, один из первых, если не первый корабль после окончания зерновой сделки был израильский корабль, под израильским флагом, который прошел через Босфор сначала по водам Болгарии, Румынии, зашел в Украину, в украинские воды, загрузился зерном и вышел таким же макаром. Поэтому, в принципе, я же сказал, что худо-бедно коридор работает. На свой страх и риск, конечно, но он работает. Поэтому, если бы было больше решительности у стран Запада, у стран НАТО, то, очевидно, можно было бы как-то хотя бы частично зерновой коридор реанимировать. Но, возможно, Эрдоган еще торгуется. Вы же знаете, как он любит интриговать. Сегодня он говорит, что все пропало, все безнадежно, завтра уже будет улыбаться и подписывать какой-нибудь новый договор с Россией о зерновой сделке. Он это умеет. Да уж. Спасибо. Спасибо большое. Я напоминаю, что с нами был политолог, историк, доктор Валентин Гайдай, Киев. А наша программа подошла к концу. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok